Добрый день! Вы смотрите программу интервью дня. Меня зовут Дарья Мусолова. Пошла вторая неделя самого главного поста года. Великий пост для православных начался 14 марта и продлится до праздника Святой Пасхи. Что значит это время для верующих и как его нужно прожить? Поговорим об этом с протеереем, пресс-секретарем Барнаульской епархии Владимиром Матусовым. Отец Владимир, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте. Прежде чем говорить о Великом посте, скажите, для чего вообще нужен пост православному человеку? Пост – это очень древнее установление. Пост – это время воздержания. Не только воздержания от пищи определенного вида, но и, прежде всего, это духовное воздержание. Потому что любой духовный подвиг, он двухсоставен. Должна быть польза и для души, и для тела. Вот кросс-пост – это время, когда мы постимся телесно и постимся духовно, то есть воздерживаемся от обычных наших привычных развлечений, увеселений, стараемся больше времени уделять своей душе, чаще посещать храм, участвовать в богослужениях. И, конечно же, за время каждого поста великого, по крайней мере, стараться более активно бороться со своими греховными привычками. Потому что если мы постимся только телесно, воздерживаемся от животной пищи, но при этом мы можем быть раздражительны, осуждать ближних, и не уклоняться от привычных нам увеселений и развлечений, то такой пост будет ничем иным, как диетой по легиозным соображениям. А пост все-таки должен быть и духовным, и телесным. Это время воздержания, это время духовного совершенствования. То есть все-таки мнение большинства людей, которые считают, что пост – это лишь такое ограничение в еде и диете, на самом деле это не так. Это неверно. То есть это не только воздержание от еды. Хорошо, что еще нельзя делать в пост? То есть походы в театр, в кино, встречи с друзьями, в гости, можно это делать или лучше воздержаться на период поста? Если это будет сопровождаться праздными беседами, если это будет сопровождаться пьянством, осуждением присутствующих и отсутствующих, то есть будет мешать нашему духовному развитию, то лучше от этого воздержаться в период поста. Ну и, как мы сказали, конечно, необходимо больше внимания уделять своей душе. Пост – это такое время, когда среди суеты и забот нашей жизни, среди нашего стремительного бега мы всегда торопимся, спешим. Среди этого стремительного бега необходимо замедлить свое движение и задуматься о самом главном. Именно поэтому богослужения Великого Поста не особые. Они более продолжительные, они проникнуты большим покаянным духом, и чаще там совершаются земные поклоны во время Великопостного богослужения. Но мы должны помнить, что все это внешние формы, которые нам необходимы, но не самоценны. То есть самое главное, чтобы все это помогало нам настроиться на нужный лад. Почему Великий Пост называется Великим? Потому что он готовит нас к Великому Празднику – Пасхе Христовой. Для того, чтобы достойно встретить воскресение Господа, нужно постараться это время провести не просто, не употребляя в пищу, например, мясо или молоко, а еще и стараясь удерживать свой язык от осуждения, от празднословия. Есть такие ситуации, когда, например, человек очень легко ему поститься телесно, то есть он может не есть животной пищи, но очень нелегко отказаться от других своих привычек, хотя бы на время поста. То есть отказаться от просмотров любимых телешоу, где осуждение, раздражение и все остальное. Отказаться от, может быть, чрезмерного нездорового общения в социальных сетях, отказаться от празднословия по телефону с подругами и друзьями. То есть бывает так, что человеку проще поститься телесно, но сложнее поститься духовно. Так вот, все должно быть совместно, все объединено. Хорошо, но вот то, о чем Вы говорите, это ведь очень непросто соблюдать человеку, который работает, человеку, у которого ненормированный рабочий день, командировки. Он так или иначе вынужден выходить на связь по телефону, в интернете, общаться с людьми, раздражаться где-то. Вот как все-таки совладать с собой, вот где искать силы? Апостол Павел говорит в своем послании, «Все мне позволительно, но не все полезно». То есть, пользуясь тем же интернетом по работе, человек же в то же время может и уклониться от того, чтобы не писать какие-то гадкие комментарии в интернете, может уклониться от того, чтобы не участвовать в общем осуждении в социальных сетях, так ведь? Может уклониться от того, чтобы время попусту не тратить. Общаясь по телефону, он может общаться ради дела, общаться ради того, чтобы и с ближним поговорить, но при этом избегать, опять же, многословия, избегать сквернословия, хотя бы уж в период поставить, он в основном время привык к этому. То есть все равно, даже если у человека ненормированный рабочий день, напряженный график, все равно для духовного совершенствования всегда найдется возможность. Можно найти время, да? Было бы желание только. Хорошо, ну, Великий пост, наверное, еще Великий, потому что длится он 40 дней. Почему вот именно эта цифра выбрана? Почему 40 дней? Пост Великий действительно очень продолжителен. И здесь мы вспоминаем еще ветхозаветные времена, когда, например, пророк Моисей в течение 40 дней с израильским народом, перед тем, как поучить от Господа закон, постился. То есть продолжительный пост, он был уже в ветхозаветные времена. И сейчас в Новом Завете мы живем, и будучи христианами и православными, мы также продолжительный этот пост, причем это самый древний пост, из тех, которые имеет церковь христианская, мы этот пост содержим и на течение вот этого времени, 40 с лишним дней. Расскажите, пожалуйста, а вот детям нужно ли поститься, вообще приучать их к этому? И вот для них такие же строгие правила, как и для взрослых, вот как ребенка приобщить к этому? В христианских семьях действительно существует традиция, что дети тоже постятся. Но, опять же, мера поста у каждого должна быть своя. То есть у ребенка своя мера поста, возможная для него по его возрасту. Если будем говорить не только о детях, сразу скажем о том, что есть же люди ослабленные физически, им тоже своя мера поста. То есть тут нужно помнить, что для каждого человека мера поста своя. То есть пост — это не время самоистязания, это время духовного совершенствования. Поэтому, если у нас возникают какие-то сомнения, вопросы по поводу того, как лично каждому поститься, нужно прийти в храм и у священника получить благословение на ту меру поста, которая для человека, для этого конкретного, возможна. А какие вот чаще всего ошибки допускают люди в период поста? Мы с вами уже сказали о том, что самая первая ошибка — воспринимать пост как только воздержание от конкретной пищи. Поста — не диета, сразу скажем. И тем более, что во время поста у человека усиливаются искушения. Что это значит? Это значит, что когда он постится телесно, в то же время на него начинаются нападения нечистой силы, то есть сопровождается в том, что он более раздражителен, он более беспокойно себя начинает вести по отношению к ближнему. Вот с этим нужно бороться. А если мы будем только воздерживаться в пище и при этом не побеждать свои страсти, то никакой пользы от поста мы с вами не получим. Поэтому вот есть вот такие заблуждения, самые распространенные. Хорошо. Но вот вы, когда первый раз сами постились, вы говорите, что это было еще в детстве, в школьном возрасте. Вот для вас тогда что было самым тяжелым? Сложно сказать, потому что все-таки я постился в той мире, в которой это было возможно для школьника старших классов, то есть во всей строгости, конечно, пищевой пост не соблюдал, но все равно старался поститься, по крайней мере, от мясного и молочного отказывался, посещал богослужения по возможности. В общем-то, тогда даже сложно сказать, что было сложным для меня. Ну а потом уже, когда уже по-серьезному все это, так сказать, началось? Ну, конечно, когда человек привыкает к телесному посту, ему телесный пост уже воспринимается как нечто привычное, и само собой разумеющееся, но здесь бывает очень легко, конечно, больше в духовном плане поститься, потому что все равно, когда человек телесно постится, мы с вами сказали, у него обостряются внутренние его недуги, обостряются греховные привычки, и с ними необходимо бороться. Именно поэтому во время Великого поста христиане стараются чаще приступать к таинству покаяния и святого причащения, потому что это время, когда мы хотя бы еще на один шажок должны приблизиться к тому пути, который ведет нас ко спасению, чтобы это время было нами пройдено не просто как отрезок определенный в календаре, а как то время, когда мы действительно что-то новое и полезное сделали на пути своего духовного совершенствования. Хорошо. Отец Владимир, расскажите, пожалуйста, вот как человеку понять, когда уже пост прошел, прошел ли он для него с пользой? Стал ли человек лучше? Стал ли он ближе к Богу? Как человек должен это понять? Какие должны быть у него внутренние ощущения? Каждый человек, зная свои собственные недостатки, он может это сам оценить с помощью своего духовного отца, может сам понять, что у него пошло в лучшую сторону за это время, а что может быть в худшую. Поэтому здесь нужно просто быть более внимательным к своему внутреннему состоянию, знать свои немощи и недуги. Ведь как бывает, если физически мы страдаем, что-то у нас заболело, мы что, сразу бежим к врачу. Очень часто. А когда у нас болеет наша душа, мы не всегда об этом задумываемся, откладываем на потом, когда достанет подходящий момент, придет время. А ведь здесь тоже очень важно поспешить сразу. Куда? В церковь. Потому что единственная больница, в которой возможно исцелить человеческую душу, это церковь Христова. И сам Господь через таинство церкви, Он дает нам это исцеление. Опять же, при условии, что мы сами хотим это исцеление получить. Ведь даже в обычном исцелении тела, в медицине всегда говорят о том, что с одной стороны, должно быть действие врача, с другой стороны, действие самого больного, чтобы он заблюдал режим, чтобы он сам хотел вылечиться. Вот так и в духовном плане. То есть, с одной стороны, церковь Христова через своих священнослужителей, она делает все возможное для того, чтобы весть о спасении распространялась, чтобы люди имели возможность прийти в храм, приступить к таинствам. А другой стороны, человек сам должен тоже сделать шаг навстречу и постараться как можно больше пользы для себя от этого получить в духовном плане. То есть, это большие такие, больших требуют усилий, и все-таки работаем над собой великий пост. А ведь в целом Иоангии сказано, что Царство Небесное усилием приобретается. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам. Я напоминаю, что у нас в гостях был Владимир Матусов, пресс-секретарь Барнаульской епархии, про Терей. Мы говорили о Великом Посте. Хорошего дня. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...